МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Антон. Какие именно боевые задачи поставлены военнослужащим? Здравствуйте. Проверка, как всегда, внезапная. Сегодня ровно в 8 часов министр обороны Сергей Шойгу распечатал конверт, в котором находился приказ президента Российской Федерации и зачитал его перед высшим офицерским составом Генерального штаба. Главная цель проверки – это проверить реальную боевую готовность вооруженных сил Российской Федерации, которые служат в условиях Крайнего Севера, в Северном Ледовитом океане. Будут задействованы все виды техники, но в основном в Генеральном штабе будут следить за тем, как будет действовать Северный морской флот. Также будут подняты вертолеты, самолеты в воздух, и будут задействованы воздушно-десантные войска. Все учения будут проходить на островах земля Франции Иосифа. Я предлагаю посмотреть те кадры, которые мы получили из Генерального штаба, когда министр обороны объявлял о начале учений. По поручению Верховного Главного Командующего привлекается личного состава 38 тысяч человек, военной техники 3360 единиц, 41 боевой корабль, 15 подводных лодок, 110 самолетов и вертолетов. Начальнику Генерального штаба прошу довести задачу. Учения пройдут до 21 марта. В течение первых суток будет проверяться временная готовность, насколько быстро могут развернуться военные части и передислоцироваться в те места, где будут проходить сами учения. Дальше будет полномасштабная проверка того, насколько слаженно могут действовать разные рода войск, насколько быстро мы можем подготовиться к внезапной атаке противника, а также справиться с диверсионными группами противника, которые действуют в условиях Крайнего Севера на Северном Ледовитом Океане. Все это время в Генеральном штабе будут следить за тем, как выполняются учения, за тем, как проходит проверка.